А муж как относится к тому, что на трибуну выходит? Кто-то говорит, не надо, там меня бьют, а вы? Нет, он наоборот говорит, вот я со всей семьей обычно прохожу, и уже говорит, и дочку бери, вот что-то не нужно такого, мне нужна поддержка, поэтому я себя с радостью прохожу, не запрещают мне. А как у вас это было связано, с точки зрения логистика была устроена, как вы сюда приехали, в Москву, где сейчас здесь живете? Я живу в Москве. А, вы здесь живете? Я туда передаю. А, во время сезона? Во время сезона я просто рожала в начале. А ведь при каждом году? Года, точнее, в конце года, в 2018-м. И мне отправили ссылку в Москву, чтобы родители помогали. А, вот так, понятно. Поэтому так, сейчас не живу. Ну, первое, надо. Все говорят, что в Fallout Live главное удивление – это плей-офф, так и есть. А для вас… Не рассчитывали, надеялись, но не рассчитывали. Ну, вообще удивительно. Ну, вот сейчас главное – немножко поднажать последние шаги, верим в победу. А ваши отношения вот по регулярному сезону и вот уже плей-офф, да? К команде как-то изменилось? И вообще… К команде? Ну, к команде, там, к игрокам, к тренеру. Вы ждали вот этого выхода или это было больше неожиданно? Не хотели уже в отпуск поехать? Мы очень верили. Очень верили. Нет, в отпуск не хотели. Я, может быть, и хочу, но муж – нет. Он верит в победу. И вот так можно дольше очень пройти, конечно, и играть как можно дольше в сезоне. Поэтому я хочу на отдых. Конечно. А со стороны все там говорят – Сулыгин, Сулыгин. Очень удивит Сулыгин. А вы его лично как знаете, как человека? Потому что там… Я его видела на командной к ужину, только так, не знаю. Но позиционируется он, по словам моего мужа, спокойный, рассудительный, в какой-то степени добрый тренер. Ну, так. Потому что раньше там был… Мягкий. Тарасов создавал, что он советы в команде. Тарасов. Не знаю. Нет такого? Нет, не знаю. Осталось ли у Димы какое-то такое отношение к Вашингтону? Он поглядывает? Потому что сейчас Овечкин 50 забил. Вот как там? Или неинтересно в жизни? Ну, он, наверное, за собой больше следит, чем за кем-то. Но, конечно… Новости читает и рассказывает иногда. Но я, опять же, в этом плохо разбираюсь. Я… У меня своя, как сказать, дочка… Не своя дочка, это я как-то грубо сказала. Своя сейчас жизнь немножко. Я только вот на игры хожу, так мало слежу. Так. Вы за точнее все переживаете, вот когда муж играет? Переживаю за травму, наверное, больше всего. Когда ударят, когда столкнутся. Это сразу на другим, там, Диму, драки, но не участвует. Поэтому мне спокойно. В этом плане тоже. У Живакова из «Авангарда» была травма. Говорят, с ним жена в больнице ездила. У вас были такие ситуации? Нет. Сильно плохого там в машине? Слава, но такого не было. И так иногда, там, после игры что-то болит, я это уже переживаю. Так что в больнице, конечно, такого не было. Объясните, с точки зрения женской стороны, как это женщины переживают? Нам-то не понять. Ну, переживают. Как-то мы уже не знаем. Ну, в чем-то выражают? Потрясывает, потряхивает немножко, да. Ну, конечно, да. Ну, мы желаем вам... Два вопроса не очевидны. Два вопроса. Дима фанатка список грузов. Вы тоже, да? Нет. Нет. Русский рэп я не очень люблю. У вас абсолютно разный вкус в музыке? Машину, что вы включаете, когда есть в этой машине? Машину, ну, Дима в основном у нас. Он нас ставит музыку, да. Диджей. И такой глобальный вопрос. Почему часто у каких-то гимнастов возникают геороманы? Потому что база рядом у вас или почему? Не знаю. Так, как-то спортсмены со спортсменами, я думаю, там уже кататься. Нет, ну вот именно эти два вида спорта. Ну, я не знаю. Я с мужем познакомилась на базе и никогда не была замечена в отношении с другими какими-то хоккеистами. Не, не про вас, а вообще вот просто там Дмитрий Радулов. Ну, можно много, да, слышать, помнить таких примеров. Ну, просто гимнастки пишут хоккеистам. О, наоборот, наоборот. Это была оговорка очень хорошая. Не знаю, какая-то хоккеист. Бомбят Инстаграм. Да, по-другому. Было, что Дима мне написал, конечно. Бомбят Инстаграм, да, Алиса? Да, да. Спасибо вам большое. Хорошего хотела. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok